Знали ли вы, что землю для рассады можно подготовить уже с осени? Единых рекомендаций для подготовки земли для рассады нет, ведь у всех почвы абсолютно разные. Это зависит и от территориальных характеристик, и от погодных условий, и от того, как вы ее удобряете. Но все же пару советов стоит учесть любому, даже самому опытному огороднику. Ведь если земля будет подготовлена неправильно, рассада, которую вы в дальнейшем будете высаживать, может просто не прижиться и погибнуть. Чаще всего в огородной земле присутствует очень много минеральных составляющих, если это, конечно, не чистейший чернозем. Для улучшения качества земли можно добавить в нее лесной мох или же торфяные добавки, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. В огородной земле также присутствует большое количество сорняков. Из какой бы глубины вы не взяли почву, исключить этот факт будет крайне сложно. Также вместе с огородной землей вы можете перенести и различных паразитов, что также неблагоприятно скажется в дальнейшем на росте рассады. Для того, чтобы исключить все эти неприятные факторы, землю обязательно нужно правильно подготавливать. Для обеззараживания почвы отлично подойдет такой метод, как пропаривание. Это снизит количество вредителей. Также часто используют метод замораживания. Но тут тоже есть свои нюансы, ведь этот метод зависит от погодных условий, которые не всегда можно спрогнозировать заранее. Какой бы метод вы не выбрали, главное – это результат. А в результате важно избавиться ото всех возможных заболеваний и паразитов.